Входную дверь откройте, гражданинами не могут достучаться до вас. Входную дверь почему не открываете? Ну я уже долго стою, но человек не сам вертвёртвёртвый, сам не может зайти. У нас на 17 часов приём назначен, сообщите, что мы подошли. У вас документы есть с собой? Доверенность. Паспорт, видите? Нет, паспорт, это хорошо. То, что вы представляете, интересно, есть с собой документы у вас? Нет, паспорт у вас. У вас нет с собой документов? У вас письменные, которые подтверждают паспорт. Вижу. Мамаев Владимир Владимирович, представитель. Есть документы, подтверждающие, что вы представитель? Я вижу, что вы, это вы, да, паспорт ваш. Есть документы с собой у вас? Сделайте то, что положено, запишите, мы пройдём. Я делаю, что положено. Есть с собой письменные документы? Сошлитесь на норматив. Сошлитесь на норматив. Ну какой? В соответствии с которым Владимир Владимирович должен иметь доверенность. Сейчас, в данный момент. Ну доверенность есть у вас с собой? Нормативская, скажите. А, не реагируйте, давайте просто подождём, чем это закончится и под статью полетит товарищ. Вы можете присесть тогда в живую очередь и подождать приёма. Вы пойдёте на приём? Мы вместе пойдём на приём. Пойдём на приём, вы не переживайте. Вы сейчас пойдёте на приём, вы на 17.00 записаны. Мы оба пойдём на приём, мы оба записаны. Я могу вам включить. Карточка у начальника только на вас, только что с начальником отдела разговора. Это всё от вашего отдела производителя зависит, а не от меня. У меня есть запись разговора, где я записывалась вдвоём. То есть вы двоих людей записывали? Да, всё верно. Давайте я уточню тогда. Уточните, пожалуйста. Какой указатель? Доверенность нужна в тех местах, где, допустим, я бы без вас представлял интересы. Пришёл бы и сказал, вот я представитель такого-то человека в отсутствии вас. Да, вопросов нет. О вашем присутствии, когда вы прямо говорите, что вот этот человек будет представлять мои интересы. Это достаточно. Даже в суде не надо никаких доверенностей, ничего. То есть заявляется ходатайство, устное, всё под протокол. Человек допускается. Но у нас сейчас никакое дело не ведётся, поэтому нет необходимости даже это. Я могу просто рядышком присутствовать, оказывать вам непосредственно услуги юридические. Я могу даже не вступать с ними в разговор никакой. Я могу просто быть оператором, фиксировать как угодно. То есть сейчас непосредственно вы не можете на него повлиять? Угу. Ладно, хорошо, спасибо большое. Что говорит? Она не может ничего сделать. Можете письменно обратиться. А с кем общались? Фамилия вам? Какая разница есть? Не, давай надумем, чтобы она представилась. Да, представилась. Что значит она не может повлиять? А для чего она там сидит? Если он нарушает мои права, я могу письменно обратиться к ним. Они в течение 30 дней рассуживают моё обращение. Угу. На данный момент это уже не жалоба, а заявление о партнете нормы. А как ещё раз? Повторите фамилию. Власова. Слушаю вас. Власова? Слушаю вас, что вы хотели. Ещё раз. Власова? Да, Власова. Ага. Это с вами сейчас, да? Я общалась по поводу... Со мной. Угу. Ладно. Всё хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Власова. Власова, да? Угу. Так, ну что будем делать? Тогда я предлагаю сделать заявление под видеозапись в полицию о совершении преступления. Державная часть полиции. Здравствуйте. Примите, пожалуйста, заявление о совершении преступления. Спасибо большое. Да, хорошо. Щербакова, 5. Отдел полиции номер 1. Город Мурманск. Угу. Сотрудники полиции, в частности, начальник отдела полиции номер 1. Как его фамилия? Чухарев. Чухарев. Николай Валерьевич. Николай Валерьевич. Николай Валерьевич. Чухарев. Николай Валерьевич. Да. Совершает преступление, которое заключается в отказе предоставления информации на личном приёме. Статья 140 Уголовного кодекса. Совершает преступление... Да. Путём отказа в приёме заранее согласованное время, согласно графику, на личный приём граждан. Заранее согласованного времени. Согласно графику, у него сегодня приёмный день, мы на 17 часов записаны, отказывают в приёме на личный приём по предварительной записи. Всё фиксируется на видеозапись. Сделано заявление в прокуратуру, прокурор дежурный сказал, что на данный момент помочь ничем не может. Соответственно, нам нужно зафиксировать данное заявление и передать в Следственный комитет на начальника отдела полиции номер 3. В связи с тем, что он нарушает наши права, права граждан, и совершает злоупотребление своими полномочиями в виде бездействия. То есть я усматриваю в действиях 285-ю статью Уголовного кодекса и 140-ю Уголовного кодекса. То есть таким образом он пытается отказать в предоставлении информации. Ну, много чего он там нарушил, в том числе инструкцию по тому, каким образом производится личный приём граждан и так далее. Скажите, что нам в данной ситуации делать? Потому что, ну, мы не можем здесь долго находиться, потому что если приёма нету, так его нету. Ну, мы только принимаем, передаём информацию. Понятно, кто-то может пресечь. Вы можете вызвать сюда следователя Следственного комитета для того, чтобы он принял соответствующие действия для того, чтобы... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы снова к нам? Мы снова к нам, мы не можем попасть к Чухову Ревому. Почему? Потому что он отказывает в личном приёме. Он ждёт заявительности. Ну, я представитель заявительницы. Ну, вы представитель на каком основании? На словах? Ещё один. Ну, это такие законы, не мы. Ну, сошлитесь на норматив-то. Законы не мы, не мы законы принимаем. Норматив какой? Покажите мне статью, на основании которой вы узнаете. Вы идёте к начальнику на приём? Он вас уважает за 7 документов. Я вдвоём записываю. Вы можете... Мы идём вместе. Записаны по карточке, вы одна. Это вопрос к вашему делопроизводителю, а не ко мне. Кто меня записывает? Я вам ещё раз говорю, вы записаны на приём. Я обоих записываю. А кто? Она одна записана. Нет, это у неё я одна. Он вас ожидает, со всеми документами. Послушайте, я не несу ответственность за то, что делает ваш делопроизводитель. Вы сами тянете время. Я записывалась вдвоём. Пойдёмте к начальнику, он вас ожидает. Пускай он выйдет и здесь мы с ним поговорим. Почему вы считаете, что Анна не имеет права на представителя? На каком основании? Почему вы её ограничиваете в правах? Она имеет право на юридическую помощь. Она имеет право. Ну и всё, тогда не надо её ограничивать. На каком основании? Вы должны нам что-то показать. Я вам ничего не должен. Нормативный документ назовите на основании чего вы требуете сейчас. Я не с вами сейчас разговариваю. А я с вами разговариваю. Я не хочу с вами разговаривать. А я с тобой разговариваю. Не тыкайте мне. Тыкаю. Дальше что? Вы идёте? Со мной разговаривай, орёл. Пойдёмте со мной. Мы фиксируем на видео. Понимаешь это или нет? Николай Валерьевич, я тут с гражданами общаюсь. Сейчас я вам переговорю. Я понял, понял. У начальника приём граждан. Пойдёмте, он вас ожидает со всеми необходимыми вам. Он ожидает нас вместе. Мы с ним и идём. С моим представителем. Пойдёмте со мной. Ваше всё отделение полиции. Он вас, начальник, лично ожидает. Вы к нему записали. Что значит лично? Это не Вась Вась. Да я с вами разговариваю. Да я бы с тобой разговариваю тоже. Начальника сюда. Что ещё вам сделать? Что сделать? Что сделать? Что сделать? Вы записаны. Да мы вдвоём записаны. Это ваши проблемы. Пускай начальник откажет. У меня есть аудиозапись, где я записывалась вдвоём. Анна, это не имеет никакого значения. Вдвоём, не вдвоём. Вы имеете право прийти сюда со своим представителем. Я не знаю, чтобы вас проводить к начальнику отдела проведения в НКИ. Так повожайте. Провожайте. Пойдётеся со мной. Без представителей. Вы можете в частном порядке записаться. Да мне не нужно в частном порядке. Я представитель моего доверителя. У меня личных вопросов нету к вашему начальнику. Я представляю интересы. Пойдёмте со мной. Да, Дмитрий Павлович, вы что умеете? Вы тянете время. Начальник вас ждёт со всеми документами. Пускай вспускается со всеми документами. Почему? Он вас ожидает в кабинете. Анна будет участвовать во всех беседах с ее представителем. Она нуждается в оказании юридической помощи. Ожидать чего? Назначено время на 17... Что? Что он там пернул? Я еле услышал. Сотрудник полиции, принимайте жалобу. Вон Бухаров орет, говорит, принимайте жалобу. Принимай жалобу. Точнее, не жалобу, а заявление о совершении преступления. Я записана к Чухареву Николаю Валерьевичу на личный прием в 5 часов. При предварительной записи у нас согласовано время. Я пришла с моим представителем. Мне отказывают в присутствии представителя на личном приеме. Вы хотите вызвать полицию? Да, я хочу вызвать полицию сюда, наряд полиции. Мне нужна помощь. Щербакова опять? Я записалась к начальнику отделения полиции. Самому главному, начальнику Чухареву. Подождите, я должна записать все. Записано, план начальнику. Примите у меня устное заявление о совершении преступления. Сейчас сотрудник освободится, сделай это. В смысле, а вы чем сейчас заняты? Я сейчас буду занят. Ну, когда будете заняты, тогда и будете. Примите у меня заявление. Заявление примите. Молодых подставляют, которые вот неопытные. Конечно, на Бухарова писать. Он же начальник дежурной части. Бухаров, Дмитрий Павлович, начальник дежурной части отдела полиции номер 3. Совместно с начальником отдела полиции номер 3 Чухаревым препятствуют личному приему моего доверителя. Прошу данное заявление о совершении преступления по статье 140 и статье 285 УК РФ в соответствии со статьей 151 УПК направить в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела полиции номер 3 Чухарева и его подчиненного начальника дежурной части Бухарова ДП. Все распечатать, ознакомить, направить. Как мне можно попасть на личный прием? Я все-таки записана. Должны быть соблюдены мои права. Я согласна графику и предварительно согласованному времени. Что мне делать? Как быть? Я вам не могу подсказать данную ситуацию, что вам делать, потому что все равно Николай Валерьевич, он стоит по должности выше, меня позвонил. Ну а как мне позвонить тому, кто выше его по званию? Все-таки тут нарушаются мои права гражданские. Я поняла. Давайте я ваше обращение сейчас приму, жалобу. Я ее зарегистрирую. Это будет как заявление считается, жалоба на сотрудников. И там уже с вами сотрудники, которым распишут данное заявление, будут разбираться и с вами свяжутся уже. Но это будет не сегодня, а мне надо сегодня. У меня сроки, у меня дело. Я живу без холодильника. У меня как бы, ну я не просто тут погулять пришла, в нем отделение машины. А по факту чего обращаетесь к нему? Бездействие сотрудников полиции, отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас после отмены отказа в возбуждении дела была проведена дополнительная процессуальная проверка. И сроки истекли, и до сих пор мне не направлен результат дополнительной процессуальной проверки. То есть сотрудники полиции всяческим образом скрываются от меня. Я не могу попасть никому и ни с кем поговорить. Все уходит по пути заявления, обращений. Подождите, рассмотрим 30 дней, отпишем и там посиди, погуляй пока. Ну в общем-то где-то так. Так. Я прям настроена серьезно. Попасть сегодня на грею. А какие проверки какие были? До 11-го числа. А уголовное дело, когда обращались вообще? 21-го сентября. 21-го сентября, по факту чего? По факту мошеннических действий Галимова Сергея Сергеевича. Он обманным путем похитил мое имущество, часть его. Мошеннические действия и кого еще раз? Галимова Сергея Сергеевича. Сергей Сергеевич. Так, то еще не может сюда, да? Да. Мне сейчас нужно узнать, что с дополнительной процессуальной проверкой и уже либо идти подавать иск в суд, либо получать какой-то от них дальнейшие сказки. Вы можете обратиться. Да я могу, но не хочу. Я хочу сейчас здесь попасть на прием. У него по графику здесь прием. Дайте мне как номер важного, главного какого-нибудь, который выше его по званию, чтобы я могла поговорить и пообщаться. Понудить. Запишите, например, к вашему начальнику. Он точно вам не откажет. Мы были уже у вашего начальника. Он посоветовал нам обжаловать действия данного сотрудника. Мне сейчас надо не к кому-то на прием идти, мне надо сейчас конкретно к начальнику отделения полиции попасть. С кем мне созвониться? Может быть, какие-то у вас есть там мысли? Спасибо. Что вам так тяжело в части говорят? Говорят, что я лично могу пройти к начальнику, а представителя не пустят, ввиду отсутствия у меня доверенности. Однако на норматив никакой не ссылаются должностные лица. То есть он вас вовлок отказывает, потому что якобы не пускает вас к представителям, правильно? Да, да, все верно, я именно так и сказала. Мы ему предложили артернативный вариант, чтобы он вышел сюда, в помещение, но мы получили на это отказ. Начальник считает, что будет принимать сегодня лично у себя в кабинете. Сейчас у вас ведет прием, например, заместитель начальника полиции Белкин Дмитрий Александрович. Можно мне с ним созвониться? Он сейчас точно у вас в управлении на Ленина 64. У него с 17 до 20 точно так же прием. Он выше по званию, причем курирует непосредственно данное отделение у нас в городе. Как-то же должна быть пресечена данная ситуация с нарушениями моих прав? А мне потом как отслеживать свое заявление? 40, 70, 276? Да. Да мы будем свободны, или что-то мне еще нужно. А это сейчас с кем-то разговоры, а кто такой был? По УВД России, по Гурманской области. Подскажите, пожалуйста, сегодня ведет прием у вас Белкин Дмитрий Александрович. Могу ли я попасть к нему? Кто? Я, гражданин. Нет, кто ведет прием? Белкин Дмитрий Александрович. Начальник чего? Начальник отдела полиции. А, заместитель начальника полиции. Заместитель начальника полиции. Декорат, слышишь, что он фондесят? Ну вот, согласно графику приема граждан, отделение полиции номер 3, такой есть здесь Белкин Дмитрий Александрович. Принимает сегодня 14-го, 12-го. Сейчас я вам дам номер их приемной, тогда, сейчас, секунду. А вы чья приемная? 40, 60, 12. А вы чья приемная? На начальнику МВД по Гурманской области, Веселовского. Веселовского. Подскажите, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос. Я сейчас нахожусь в отделении полиции номер 3. Записано на личный прием к Чухареву Николаю Валерьевичу. Это начальник отдела полиции. Начальник отдела полиции отказывается меня принимать в связи с тем, что на моего представителя якобы нету доверенности. Однако на норматив никакой сослаться они не могут, должностные лица. То есть я это как бы рассматриваю как отказ и нарушение моих прав. Подскажите, что мне делать в данном случае? Ну, запишитесь на прием к нашему начальнику. Он будет в январе. Вы прикалываетесь, что ли, сейчас? В смысле в январе? Мне сейчас надо на личный прием. Ну, я могу только это предложить. Либо вот позвоните в дежурную часть, в УП-3, и у них узнаете. Так я стою в дежурной части УП-3. И мне препятствуют в приеме меня у начальника отдела полиции. Ну, позвоните в дежурную часть, напишите заявление. Дальше я напишу заявление, дальше. Там рассмотрят ваши заявления. Рассмотрят и в течение 30 дней мне ответят? Либо говорю, вот в январе будет прием, потому что прием был селдико 30 дня назад. Ну, зам пускай сейчас принимает согласно графику. Хорошо, я принялась. Спасибо большое. Угу, пожалуйста. А, это секретарь начальника. В чем проблема? Сейчас записать на прием замначальника. Сейчас в дежурную часть позвоню. На январь. Записывайте. Ну, поугарать, давай поугараем. Просто уже интересно. Через сколько лет мы получим результат. Как они вас красиво по телефонам погоняли по кругу. Закольцевали. И в итоге в дежурную часть номер 3 позвоните. 40-60-12. Ой, красота. Красавцы. Отрабатывают по полной программе свои бабки. Меня зовут Алексей Анатольевич. Алексей Анатольевич? А с кем я разговариваю? С начальником дежурной части. С начальником дежурной части. Да, да. Смотрите, Алексей Анатольевич, какая ситуация. Я сейчас в отделении полиции номер 3 нахожусь. Я записана на личный прием к Чухареву Николаю Валерьевичу. Да, он сегодня прием у него, да. Все верно, да. Я пришла со своим представителем. У меня, значит, уже очень долго рассматриваются всеразличные мои обращения по поводу мошеннических действий, совершенных Галимова Сергеем Сергеевичем в отношении моего холодильника. Значит, сейчас прошла дополнительная процессуальная проверка. По результатам этой проверки мне не направлено ни одного документа. Я заранее записалась на 14 число, на 17.00 к Николаю Валерьевичу, чтобы узнать, что же с моей там, с моим холодильником, скажем так, с делами с моими. Значит, сейчас, на данный момент, должностные лица дежурной части совместно с Николаем Валерьевичем препятствуют мне приему. Мне отказано в приеме в связи с тем, что он не хочет пускать моего представителя к себе. Он может только меня одну принять без представителя. Мне нужна помощь моего представителя, потому что я юридически безграмотна. Так вам надо было с представителем записаться? Я записывалась с представителем, у меня есть аудиозапись. Я записывалась конкретно с ним. Я предусмотрела эту ситуацию и неоднократно повторила, что я приду не одна. Однако кто-то там в дежурной части или кто принимал заявление, скорее всего, упустил умышленно данную ситуацию. И, скажем так, сейчас мне отказывают в приеме. Однако, согласно инструкции, личный прием граждан и отсутствие предварительной записи не может являться предметом отказа в приеме гражданина. Они только этим мотивируют? Только этим мотивируют. Только этим мотивируют. А когда вы заявление делали вообще по этому поводу? По моему холодильнику? Да, да, да. 21 сентября. Так, все, буду сейчас попробовать посмотреть. И вот 21 сентября это все длится? Все это длится. Я до сих пор не могу не подать в суд на человека в связи с тем, что мне не предоставляют персональные данные. Так, Анна Анатольевна, телефончик свой оставьте. Я сейчас попробую что-то сделать. Узнавать, как это все можно исправить через канцелярию. А вы через канцелярию записывались или как? Скорее всего, да, девушка меня записывала. Весьма приятная в общении. Ага. Вы по телефону звонили? Да, да, по телефону. А не помните номер 4062-94, да? Да, этот номер телефона вывешен у них 4060-73. 4060-73 это канцелярия отдела полиции номер 3. Три, да. Я бы знаете, что вам посоветовал? У нас вот такая ситуация. Я не знаю, сейчас можем или нет разрешить. Уже время-то 6 часов. Вот. Записаться, знаете, на прием, может быть, к начальнику управления города. Ну зачем, чтобы мне опять там чем-нибудь отказали? Мне сейчас надо прийти на прием. Вот именно начальник управления города, Александр Николаевич, никому не отказывает. Ну вот смотрите, с ними тоже, с многими я уже имела честь общаться. И там тоже, поверьте, безрезультативно. Мне нужны сейчас результаты. Он у нас новый, начальник. Он вообще вот к людям очень по-доброму относится. Ну хорошо, мы к нему тоже запишемся. Как его зовут? А я был Александр Николаевич Талалаев. Талалаев, угу. Да, это начальник управления ОВД России по городу Мурманску. То есть Чухарев, это его подчиненный получается. Угу. Вот. Я поняла, сейчас что мне делать? А? Сейчас что мне делать? Мне нужно попасть на прием. Сейчас я пойду, узнаю, как это все можно сделать, организовать. Я вам перезвоню. Так, а если вы мне не перезвоните, что будем делать? Я вам перезвоню. Ну, вот если вы номер правильно дали, 963-344. Ага, хорошо. А вы мне свой дадите номер? Правильно. Что-то мне хочется поверить. Не помню, сейчас я наберусь со своего вам. Давайте. Так, сейчас беру. Ну, я живу три месяца без холодильника, а вы меня сейчас смешите. Семь-семь-семь-семь-семь-семь. Я живу. Идет звонок? Да, да. Вот это мой рабочий номер. Хорошо. Магические цифры. Я жду от вас звонка. Алексей Анатольевич. Вызывали наряд полиции на Щербакова 5. Смотрите, ваше обращение передано в Первомайский отдел полиции, номер 3. Могу подсказать номер телефона, по которому вы можете позвонить и знать подробную информацию. Давайте. 40-60-10. Смотрите, какая получается ситуация. Я сейчас нахожусь в отделении полиции на Щербакова 5. В Первомайском отделе полиции. Да, в Первомайском отделе полиции. И, значит, представители, должностные лица препятствуют мне в приеме начальника отделения полиции. В связи с чем, пресечь данное правонарушение, я позвонила в 112. И вы передаете мое обращение в отдел полиции номер 3 к должностным лицам, которые непосредственно препятствуют мне приему, личному приему граждан у начальника ОП-3. Как будем делать, как будем действовать? Минуту, пожалуйста. Сейчас проверю вашу информацию. Спасибо. Ну, как минимум, нужно в другой отдел полиции. Эту информацию передадут далее участковому, и участковый будет разбираться. То есть это другие уже совершенно... Нет, подождите. Мне сейчас на данный момент нужно пресечь правонарушение. Можно мне, пожалуйста, сюда наряд полиции? Не с данного отделения полиция, а с другого. Сейчас здесь, на Щербакова 5, происходит преступление. Ограничиваются мои права, нарушаются. Знаете, я постоянно запишу ваше обращение. И что? Фамилию, имя, отчество свое назовите. То есть я правильно поняла, сотрудники полиции препятствуют вам, да? Да, препятствуют мне. Начальник отдела полиции тоже точно так же совершает преступление. Отказывает мне в приеме. Мне нужна помощь. Так, а как-то на удержание поставить и ответить? Смотрите, всю вашу информацию так же передам в отдел полиции. Ожидайте, пожалуйста, с вами свяжется. Ага, спасибо. Алексей Анатольевич. Ну, по крайней мере, он перезванивает уже плюсик. Да, Алексей Анатольевич. Ага, сейчас позвонил, а занятый был. Ага. Он к начальнику полиции, я доложил ему об этом. Созвонились на Щухове, он повещал, что вы из вас принять, выйдете. Там единственное, что вот ваш представитель, который, как я понял, да, вы пригласили с собой. Ага. Напишите, что вы доверяете, что вы доверяете, представляете ваши интересы. Это без проблем. Если нужно, напишем что угодно. Напишем, хорошо. Но только... Так я заверю, что они сейчас к вам выйдут, у вас принят. Угу, спасибо, Алексей Анатольевич. А как ваша фамилия? А я Заручевский фамилия. Как еще раз? Заручевский. Заручевский. Да, да. Угу, все. Спасибо вам большое. А нет, нет. До свидания. До свидания. Чудеса. Магический номер, воистину. Вот, да. Заручевский, да? Да. Заручился, походу, где его за кого-то там. Зоворящая фамилия. Угу. Ну что, мы будем? Ну, напишем ему доверенность. Вы так и напишите, что я такая-то, такому-то доверяю. Все, вопросов нет. Представлять мои интересы в отделе полиции номер один. Да ради бога, если они хотят, это же не проблема. Если им нужна доверенность. Они думали, как оправдаться, как оправдать свое бездействие. Вот они придумали, напишите свою собственноручную доверенность. Ладно, уступим, посмотрим, что он будет говорить на приеме. Это уже интересно. Артем Сергеевич, поясните, почему вне очереди вы пропустили человека на прием к Чухареву? Вне очереди? Да. Человек на 18-30 был записан. А мы на 17, вы отличаете дату и время? Что? Конечно, отличаю. Вы что, издеваетесь над нами? Мы и так здесь находимся два часа. Алексей Анатольевич. Еще раз здравствуйте, это Анна, мы с отделения полиции номер три. Ну вот, как бы нас тут до сих пор не приняли, людей принимают, а нас вот как-то нет. Мы вроде и доверенность уже даже написали. Так, как бы, может быть... Я поняла. Так, а можно как-то, может быть, еще раз сходить? Николай Валерьевич, не хотите для начала начать с извинений? Каких извинений? А, вам не за что извиняться? Не за что. Ну давайте мы побеседуем с вами. Сейчас мы побеседуем. Артем, запиши, пожалуйста. Запиши, пожалуйста, посетители. Прошу вас, проходите. Сейчас мы вместе пойдем, не переживайте. Там не переживайте, понятно. Да вам надо переживать, уже начинать, прямо сейчас. Я выполняю свою работу. Вот мы проверим, как вы выполняете свою работу. Окей. Николай Валерьевич. Здорово, да? Что? Вы понимаете, что вы сейчас делаете? Что я делаю сейчас? Я выполняю свою работу. Вы плохо выполняете? Я выполняю достаточно. Хорошо. Вы очень плохо выполняете. Я выполняю достаточно. И от чем ваши работы дадут люди? Правильно. Люди дадут оценку моей работы. И руководство, вышестоящее. То есть руководство. Я думаю, что вы здесь работать не будете. Начнем. Ваш коллега Харченко вылетел с отдела полиции номер один, а вы вылетите отсюда. Спорим? Во-первых, спорить с вами не собираюсь. А что? Я спорить с вами не собираюсь. Жим-жим? Я спорить с вами не собираюсь. Жим-жим? Что такое жим-жим? Это значит испугались. Я не испугался. Не испугались? Тогда давайте поспорим, что вы вылетите как пробка отсюда. Спорить я с вами не собираюсь. Тогда извинись для начала. За издевательство над людьми. За хамство. Мы с вами на «ты» еще не переходили. Я перешел уже. Я перешел. Извинись. Я с вами на «ты» переходить не собираюсь.